Я заказал официальный мерч игрушек Bloxfruits и сегодня в этом видеоролике я его открою. Всего я заказал 3 игрушки, а именно по каждой игрушке из каждой серии. Но если ты вообще не в теме о том, что я только что сказал, то ты сегодня всё увидишь в этом видеоролике и это будет очень интересно, скажу тебе так. Также, конечно же, мы введём промокод этих игрушек сегодня в игру Bloxfruits и посмотрим, какие фрукты мне выпадут или может мне даже выпадет перманентный фрукт. А также мы посмотрим, что же дают за вот эти коды нам в трейдах. Да, если что, если не ошибаюсь, их можно трейдить и мы коротко посмотрим, что же за них предлагают. И не забудь подписаться, поставить лайк, зайти в мой дискорд сервер, но и мой телеграм-канал. Ну и также не забудь зайти в мою роблокс-группу. Что ж, сейчас маленькая рекламка и мы приступаем к нашему видеоролику. Ну а сейчас я тебе расскажу, как ты можешь получить фрукт китсуны абсолютно бесплатно. Для начала заходи по ссылке в телеграм-канал сайта be.pro, ведь там каждый день ты можешь получить денежный приз, на который ты можешь купить себе предметы из игр в роблоксе. На этом сайте есть очень много игр и товаров, начиная от самых дешевых за 2 рубля до очень-очень дорогих. Все сделки на сайте проходят безопасно, вы получите товар или сайт вернет вам деньги. Ну а если ты хочешь заработать еще денег, то в несколько кликов ты можешь стать продавцом, а заработанные деньги потратить на нужную игру или вывести их себе на карту. Обязательно залетай по ссылке в описании и участвуй в ежедневной раздаче призов. И что ж, ребята, мне кажется, что уже самое время открывать наши игрушки. И самое первое, которое мы сегодня откроем, это, как я вам ранее и сказал, это вот эта самая маленькая игрушка, которая у нас пластиковая. Честно, я никогда раньше не заказывал какой-то официальный мерч каких-то игрушек, и я вообще сам в шоке, что, ну блин, ну мне очень интересно, что там. Поэтому я предлагаю долго не тянуть, и в принципе, давайте-ка для начала мы посмотрим на нашу упаковку. Ну, как бы, это игрушки нашей первой серии, я не знаю, есть ли вторая серия, но мне кажется, что ее еще нету. Если она будет, то я обязательно так же закажу их и обязательно делаю на них обзор. Также эти игрушки только для 6+, как бы, лет, так что кто моложе, ну, как бы, я советую ему выкачать это видео, ну, да. Ладно, ладно, а если серьезно, у нас тут есть сзади фрукты, которые нам могут выпасти. Вот тут их список, но тут у меня есть ценник, из-за этого тут косо видно, но... ну ладно. Такие же наклейки есть, получается, на остальных коробках, но это немного попозже. В принципе, они не сильно отличаются, только тут немного меньше шанс на перманентный фрукт. В общем, все, как я говорил, долго не тянем, так что открываем. И так, немного косо я открыл. И что же тут, что же тут? Я уже вижу, я уже вижу, ребята. И это у нас фрукт резины. Мне кажется, что фрукт резина достаточно часто падает почему-то из-за вот этих подарков. Ну, хорошо, ну хорошо. И так, достаем, достаем. Все, вот эта упаковка мне не нужна, собственно, я думаю. И так, в принципе, сам фрукт резины и, блин, он реально очень классно смотрится. Я его поставлю у себя в комнате как декорацию, ну, ну, блин, ну это реально очень классно. Конечно, я не хотел особо фрукт резины себе, но он намного лучше, чем я ожидал. И он реально, ну, нормально сделан, я не знаю, я ожидал хуже вам. И также у нас есть промокодик. У нас есть промокодик на физический фрукт. Да, к сожалению, не перманентный фрукт, но, в принципе, у этой упаковки очень маленький шанс на перманентный фрукт. Поэтому я его как бы и не ожидал. Поэтому прямо сейчас я предлагаю как бы ввести этот промокод в игре. И после этого мы уже приступим как бы к нашему следующему открытию нашей следующей игрушки. Это уже будет игрушка у нас среднего размера. И так, ребятки, я уже стер наш промокод. Получается, вот он у нас здесь есть. Можете, в принципе, его даже не пытаться вводить себе, потому что он используется только один раз. И только я его один раз сейчас использую, и все, он будет нерабочий. Итак, поэтому заходим в нашу вкладочку промокодов, и давайте-ка я его прямо сейчас введу. И что ж, если я не ошибаюсь, я ввел все правильно, поэтому нажимаем на нашу кнопочку редим. И да, ребята, все, я наконец-то же получил свой фрукт-бокс. Ну а вот и он, вот и он, и давайте-ка для начала я предлагаю посмотреть, что же за него дают в трейдах. Потому что мне очень сильно интересно. Но после этого, конечно же, мы его откроем. А ладно, ребята, я немного затупил, я немного затупил, и его, оказывается, нельзя трейдить почему-то. Хотя я был уверен, что его можно трейдить. Ну, хорошо, давайте-ка я так же еще раз попробую, потому что, может, я что-то не заметил. Где-то его в трейде, в принципе, вот у меня есть пин. И получается, в самом конце фруктов, да, у меня как бы его нет, он у меня не отображается. Наверное, можно трейдить только перманентную версию. Ну, хорошо, ну хорошо, поэтому я предлагаю его прямо сейчас использовать. Поэтому давайте-ка 3, 2, 1. И просто, пожалуйста, мифик, пожалуйста, мифик, просто, пожалуйста, мифик. Давай, нажимаем. И давайте-ка, блин, такая красивая анимация просто, я не знаю. И мне выпадает Рокет Фройд. Серьезно, Рокет? Серьезно, Рокет? Конечно, еще 100 тысяч бейли, 820 фрайментов, ну и Рокет Фройд. Ну, блин. Стоп, ребят, а где мой Рокет? Где мой Рокет? Я не понял. Мне его не дали, получается, не... Мне его не дали не сюда в инвентарь. А, вот, он у меня только что появился, прямо на ваших глазах. Так что это немного странно, но все, вот у меня есть мой Рокет Фройд. Не, ну на самом деле, просто легенда, я очень рад. Ну, хорошо, ребятки, и мы закончили с нашей первой игрушкой, вот этой маленькой, где мне выпала резина. Поэтому я предлагаю, опять же, долго не тянуть, и переходим к нашей следующей игрушке. Это уже у нас плюшевая игрушка. И она у нас уже, как видите, не в воткой какой-то дешевой упаковке, а как бы, ну, в коробке, это как бы серьезно. Так, для начала мне надо снять вот эту какую-то ерунду, которая просто как пленка вокруг. Для нормальных людей существуют ножницы, существует ножик, но это не для меня. Поэтому, как бы, все своими ручками. Ручками. Руками. Короче, отстаньте. Я, наконец-то, снял вот эту всю ерунду, и давайте-ка посмотрим, что у нас пишут тут сзади. Тут у нас есть 8 вариантов фруктов, которые мне будут выпасти, и я очень сильно надеюсь, что мне не выпадет повторка резина. Конечно, да, она будет уже плюшевая, но я не хочу резину. Если честно, больше всего я хочу фрукт шаду, просто я думаю, что он очень красивый, особенно плюшевый, это вообще классно. А еще я очень сильно хочу себе, наверное, фрукт льда, я думаю, что он тоже достаточно красивый, хоть он комонка, но, не знаю, мне кажется, что фрукт льда будет красивый. Ну, хорошо уже, что выпадет, то выпадет, поэтому я предлагаю открывать нашу коробочку, и давайте-ка посмотрим, что же там есть. Для начала нас встречает, получается, еще одна упаковка, в принципе, это наоборот классно, что они так постарались, потому что, ну, потому что у них реально красивый дизайн, ну, я не знаю, мне нравится. Ой, и мне выпал Спинфроид, Спинфроид, на самом деле, это достаточно прикольно. Конечно, Спинфроид это не шаду, но, блин, он очень приятный на ощупь, мне реально очень нравится, и я думаю, что он стоит своей цены. Кто знает его цену, можете написать в комментарии, потому что вот эти официальные подарки, они реально не дешевые. И, ну, блин, конечно, я не хотел Спинфроид, но он реально очень классный, я не знаю, он красивый. У него даже вот эта вот веревка, она отдельно как-то пришита, или ее можно снять, я не знаю. Ну, мне очень нравится, и пока что у меня вот такая коллекция из вот этих двоих фруктов. Можно сравнять, получается, их размер, и прям видно, что Спинфроид намного-намного больше. А вот что будет вот здесь, я просто сам не представляю, посмотрите на вот эту огромную коробку. Я очень хочу, чтобы тут был шаду, просто вы не представляете, как я сильно этого хочу. И причем тут шанс на это достаточно большой. Ну, получается, потому что там у нас может выпустить 6 фруктов, а тут у нас может выпустить 8 фруктов, поэтому там шанс немного побольше. И я предлагаю сейчас перейти в саму игру, в Blocks Roots, и также ввести наш вот этот вот промокодик. Ну, для начала давайте-ка его тоже я стеру, быстренько нахтем. Конечно, надо стирать, наверное, монеткой, но я всегда нахтем стираю, и мне по кайфу. Вот он, вот он у нас есть, на физический фрукт. А ведь я уверен, что среди тех, кто смотрит это видео, по-любому кто-то попробует его ввести, ну, точно. Итак, ребятки, вот я опять же зашел в Blocks Roots, и давайте-ка введем наш промокод вот-вот-вот сюда. Итак, используем наш промокод, используем наш промокод, и давайте-ка, что же нам падает, давайте-ка, оно что-то долго грузится на самом деле. Ну, давайте-ка. Итак, нам дали наш Fruit Box, нам дали наш Fruit Box, и давайте-ка его сейчас используем. Так, вот он у нас здесь, и давайте-ка нажимаем Readim, в принципе. И так, в принципе, давайте-ка, давайте-ка, 3, 2, 1, и нажимаем на экранчик, и давайте-ка просто я закрою глаза, я закрою глаза, я не знаю, что там. И давайте-ка открываем, и в него был Ice Fruit. Ice Fruit на самом деле достаточно прикольный фрукт, ну, в принципе, хотелось бы большего, но, в принципе, это тоже достаточно неплохо. И это уже намного, намного лучше, чем в предыдущий раз. Ну, вот так у нас получается он вылетит, и я думаю, что, в принципе, я его есть не буду, поэтому уложим назад себе винтарь, и также переходим к нашей последней посылке, к нашей последней игрушке. Итак, ребятки, переходим к нашей последней игрушке, получается, к вот этой огроменной коробке. Просто я вообще не знаю, что там может быть, и она реально очень огромная. Просто давайте-ка сравним с моей головой. Она, ну, я не знаю, примерно как моя голова по высоте, а в целом даже намного больше. Ну, если вот так в ширину, ладно, странные сравнения, но всё равно. Что ж, опять мне надо снимать вот эту плёнку, но я думаю, что это не сильно проблема, и сейчас мы быстренько её снимем. Всё, ребята, минус плёнка, минус плёнка, и давайте-ка открываем нашу коробку, и... Хотя, стойте, стойте, давайте-ка также посмотрим, что у нас есть сзади, и вот, что нам может выпустить из вот этой вот коробочки. Получается, это у нас Falcon, потом фрукт любви, рокет, конечно же, также лёд, может выпустить shadow, и может выпустить свет. Хочу сказать, что мне сейчас просто не может выпустить никакая повторка, ни резина мне не может выпасти, ни спин, так что прошло это заметить. Так что это очень-очень круто, и также вот эта коробка, она намного более грубая, чем вот эта коробка, получается, ну, просто материал другой. Что ж, ну, а теперь точно открываем нашу коробку. Ой, я её немного порвал, ну и ладно. Эээ, наверное, её надо было не так открывать. А, нет, всё правильно, всё правильно, поэтому это выбрасываем, и мне... Ладно, мне надо теперь только вот это, и это всё равно очень большая штука, получается, она уже как моя голова просто, я не знаю. Просто очень большая игрушка, я в шоке. Опять же, как и в прошлый раз, по старой схеме, просто вот так открываем, и давайте-ка... Ребята, я в шоке просто. Я очень сильно рад, мне был фрукт льда, просто... Ну, блин, я его очень хотел, я вам говорил, что я хочу или фрукт льда, или фрукт шадоу, ну... Ну, блин, посмотрите, какой он классный. Тут ещё даже сзади они не поленились, и они сделали вот такие шипы. Могли бы просто делать круглым, но тут даже сверху есть такая вот штучка. И, ну, блин, он очень приятного материала, можно вот так жмакать даже, ну, не знаю. Не знаю, мне на самом деле очень-очень нравится вот этот фрукт. И также, что у нас по промокоду? К сожалению, к сожалению, ребята, это у нас филический фрукт. К сожалению, получается, мне за это видео ни один перманентный фрукт не выпал. Ну и ладно, ребята, я не расстраиваюсь, потому что мне выпал фрукт льда, которого я очень хотел. А ещё и он выпал в самом большом размере. Получается, ну, блин, ну он реально очень большой. Поэтому, ребята, прямо сейчас я как бы предлагаю перейти в Роблокс, в Блокс Роудс, и также введём наш последний промокод на физический фрукт. И так вот, ребята, я уже перешёл в наш Блокс Роудс. И знаете что, знаете что? На самом деле, я передумал его вводить. И сейчас я вам расскажу, почему. Но это потому, что я хочу, чтобы ввели его именно вы, а не я. Потому что, как вы можете посмотреть, у меня и так есть достаточно много дорогих фруктов, и они мне, в принципе, даже и особо не нужны. Поэтому, поэтому я разыграю его в своём Телеграм-канале. Ну, точнее, даже не совсем разыграю, а просто скину этот код в свой Телеграм-канал через неделю от выхода этого видео. Поэтому ссылочка на мой Телеграм-канал есть в описании. Обязательно заходи и не пропускай это. Да, конечно же, этот код может ввести только один человек, и это будет самый-самый быстрый человек, который сможет вот это ввести. Но, если честно, у каждого есть шанс, поэтому это даже не рандом. Ну, а на этом мы будем заканчивать наш видеоролик. Если он тебе понравился, то обязательно ставь лайк, не забудь подписаться на мой YouTube-канал. Также, опять же, зайди в мой Discord-сервер и мою Roblox-группу. Не забудьте посмотреть мои другие ролики. И всем удачи, и всем пока-ка-ка.